Добрый день, уважаемые жители нашего города. Во-первых, поздравляю всех с наступающим праздником весны и труда, с днём 1 мая. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, чтобы поскорее вернуться полноценно к своим трудовым обязанностям. Надежда Никитина, пожалуйста, доведите информацию по выплатам, которые у нас предстоящие выплаты перед 9 мая. Пожалуйста. Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны, в этом году 9 мая мы отмечаем в особых условиях. В связи с этим все выплаты, которые запланированы в местном бюджете от муниципального образования в город Севербайкальск, будут вручаться после нормализации обстановки с коронавирусной инфекцией. Деньги у нас запланированы, в бюджете есть, и мы, конечно же, сейчас в этих условиях вручить их вам не можем. Так как мы не должны нарушать все распоряжения указа президента страны, главы республики Бурятия и не должны вступать в контакт с людьми старше 65 лет. Поэтому просим вас набраться терпения, и все ваши выплаты будут вам вручены, все награды будут вручены после нормализации обстановки. Также доведем информацию, как у нас обстоит дело с борьбой с коронавирусом. Юрий Анатольевич, пожалуйста, какие у нас сегодня данные имеются? Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые жители города Севербайкальска, традиционная статистика. В ЧУЗе под наблюдением находится 40 человек, 12 это из других территорий Российской Федерации, 22 контакта с ковидом, 6 домашних тоже контакт находятся дома по контакту с ковидом. 487 проб нами отобрано, из них 346 отрицательных, 3 подтвержденный ковид, плюс 138 в работе. Даже уже подтвержденных ковиду уже 5. Снято с наблюдения 104 человека. По городу Севербайкальскому, прошу обратить внимание, что именно по городу Севербайкальскому, Олег Алексеевич, у нас зарегистрировано на сегодняшний час 4 человека больных с ковидом. То есть количество увеличилось на 2 человека. И чтобы статистика у нас не шла в разрез, мы еще раз говорим о том, что у нас 2 человека, это были из Севербайкальского района, 1 человек был направлен в инфекционную больницу города Уламде, сам в Артоме, 1 человек остается у нас здесь в инфекционном отделении. То есть еще раз говорим, что по городу Севербайкальскому плюсом сегодня 2 человека и всего 4 больных с ковидом зарегистрировано. Просим еще раз, понимаем, праздничные дни наступают, погода пока, поэтому просим еще раз обратить внимание жителей города Севербайкальска, конечно, на безусловное выполнение тех мероприятий, которые, еще раз говорю, мы уже везде говорим, целый месяц об этом говорим. Это социальная дистанция между жителями города Севербайкальской, при выход в больницу или еще в аптеке что-то, обязательное ношение масок, обязательное ношение масок в людных местах и минимальный контакт, разобщенность должна быть, общение только с семьей. Надо обратить внимание, вот мы прослеживаем, об этом может быть представители Роспотребнадзора будут говорить, о том, что в первую очередь, в первую очередь под угрозу заражения ковид попадает именно близкий контакт и именно члены семьи. Но, к сожалению, члены семьи потом начинают встречаться с другими людьми и, к сожалению, начинают идти нарастание данной инфекции. Поэтому всех тоже с праздником, будьте здоровы, берегите себя. У меня все. Спасибо, Ирина Анатольевич. Сергей Алексеевич, пожалуйста. Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые жители города Севербайкальска, как сейчас довел информацию Юрий Анатольевич, действительно у нас сегодня два подтвержденных лабораторных случая COVID-19. Заболели два человека по домашнему очагу, по предыдущей одной из заболевших, получается, то есть близкие родственники. На данный момент в Деленческой больнице внесено предписание о госпитализации данных заболевших. Проводится комплекс противопедемических мероприятий, включающих определение круга контактных и дезинфекцию от чугов. Круг контактных на сегодня составляет, как Юрий Анатольевич сказал, пока установлено 22 человека. За вновь заболевшими, получается, круг контактных определяется у тех, которые были ранее в контакте, у всех взяты мазки для лабораторных исследований. Дезинфекционные мероприятия на данный момент проведены на общей площади около 6000 квадратных метров. Далее все противопедемические мероприятия продолжаются, то есть будет устанавливаться контактные, будет проводиться заключительная дезинфекция вместе с выявлением очага в местах пребывания данных больных. Ситуация остается на конторе. Также хотел бы поддержать Юрия Анатольевича, обратиться к жителям города Севербайкальска, чтобы соблюдали принципы самоизоляции, ограничить контакт, встречу с близкими, родственниками на данный период времени. Особенно в период проведения наступающих у нас майских праздников, потому что если мы будем соблюдать принципы самоизоляции, соответственно меньше контактировать с людьми, мы общими усилиями только сможем сдержать рост и появление новых заболевших ковид на территории города Севербайкальска. Я также всех жителей поздравляю с наступающими праздниками. Единственное, как бы тоже еще хотел обратить внимание, на данный момент у нас разрешен выезд на дачу, соответственно в майские праздники большинство людей выезжает на территорию дач. В нашей службе разработаны рекомендации, поэтому прошу жителей города Севербайкальска, если выезжаете, выезжать только на личном транспорте, с собой можно брать только близких членов семьи, с которыми вы вместе проживаете, ну и на самих дачах ограничить, вообще не допускать общения с жителями близлежащих дач. То есть соблюдать и при выезде такие же принципы самоизоляции как на дому, так и на дачах. Ну все, всех благодарю за внимание. Все. По дачам дополню, что выезд на дачу у нас разрешили и людям, которые старше 65 лет, но они должны исключительно добираться любым способом, только не на общественном транспорте. Поэтому водитель будет проверять паспорт на входе и также все пассажиры будут переписываться. Все, всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok